Обстрел Семеновки, украинские армейские части обрушились на нее всей мощью. Этот поселок называют передовым краем обороны Славянска. Мирные люди, которые не смогли вырваться из зоны боев, сейчас пытаются выжить под ударами, которые наносятся прямой наводкой. Когда наша съемочная группа записывала интервью с бойцами народного ополчения, в первой линии окопов начался новый обстрел. Репортаж Александра Евстигнеева. Эта собака не поворачивается на свист, не реагирует на выстрелы. Она ничего не слышит. Контузило, когда во двор попал снаряд. Хозяева ушли вовремя, а она охраняет порог. Поселок Семеновка, передовой край обороны Славянска. Боец ополчения с позывным боцман ведет нас к передовой линии окопов. От главной улицы поселка до нее метров 500. Но раз за разом приходится нырять в погребы во дворах. Прямой наводкой обстреливает танк украинской армии. Какой-то невероятно настырный. Только он отходит, видимо, наблюдатели же есть. Мы как олени выскакиваем наружу и быстро мешками дырку закрывать. У него истерика, он пока подходит добивать, но обратно. Там уже все завалено мешками, все уже внизу сидит. Сюда, под Семеновку, перебросили группу наемников, уверены ополченцы. Как минимум один экипаж танка, судя по профессионализму, с огромным боевым опытом. Виртуозного минометчика, разведгруппу и снайперов. Бой ведется достаточно прицельно, как и танковым орудием, так и артиллерийскими снарядами, прямыми наводками. Достаточно выбирает точные позиции. И вся тактика, она полностью отличается от того, что было до этого. Из чего мы сделали вывод, что это однозначные люди более высокого уровня, более профессиональные, но их немного. Эти кадры мы снимали до начала обстрела. Маленькие дети на улицах разбомбленного поселка. Пока тихо, мама вывела Антона и Любу погулять. Есть еще дочь, Вера, инвалид. Им приходится выживать в Семеновке, практически отрезанной от внешнего мира. Бежать просто некуда, особенно с тремя детьми на руках. Воды нема, света у нас нету вообще. Все провода у нас попробивали. Плачут, ругаются, когда начинают бомбить? Нет, уже привыкли. Уже ничего не боятся. В Семеновке несколько таких семей. Тех, кому некуда бежать. Хотя некоторые, наоборот, приезжают сюда на пару часов посмотреть, что с домами. Но никто не остается. Салт. Такая танковая и пулеметная стрельба может нестихать по нескольку часов в день. Именно поэтому местные жители не возвращаются в Семеновку. Потому что каждый день с украинской стороны буквально на 400-500 метров к Семеновку подходит украинский танк и прямой наводкой бьет по домам в случайном порядке. Взять Семеновку для украинской армии значит открыть дорогу на Славянск с юго-востока. А еще ополченцы здесь контролируют дорогу. Не позволяют соединиться с северной и южной группировкам украинских войск. Здесь на передовой постоянно укрепляют позиции, роют окопы, траншеи, строят блиндажи и бесконечно ждут развязки. Украина ведет борьбу с народом. Вот так вот можно сказать. Когда они используют и армию, и свои там националистические бандитские формирования. Вы с ними сталкиваетесь? У нас здесь именно столкновений с ними не было. Они не боятся вообще идти на какую-то встречу. Вот площадь было бы, если бы мы сейчас столкнулись лицом к лицу в бою. Они же спрятались на тех высотах, которые нам недоступны. И ведут просто обстрел, то, чего мы не можем сделать с ними. Ополченцы в основном не скрывают лица. Наоборот, просят показать. Может быть, семьям удастся увидеть. Живы. Пользоваться мобильной сетью здесь не то, чтобы запрещено. По сигналу украинская сторона отслеживает положение и начинает обстрел. Нас выводят из Семеновки обходными путями. Остались в живых те несколько семей, что не могут бросить свои дома и уехать.